День с толком Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Барнаульская семья винит в смерти отца халатность врачей. Почему они не могут взять ответственность за здоровье пациентов? Смогут ли учителя 65 плюс вернуться преподавать в класс живой, а не виртуальный? Не богом забытое место. Барнаульский священник превращает территорию храма в место притяжения горожан. Почти 30 тысяч рублей в качестве единовременного пособия теперь могут получить беременные жены призывников. Новость об этом появилась на официальном портале правовой информации. Отмечается, что размер пособия фиксированный и не зависит от размера доходов и других факторов. Чтобы получить деньги, нужно обратиться в любой орган соцзащиты или ближайший МФЦ. Кроме того, на каждого ребенка призывника также полагается ежемесячное пособие. Его размер составляет чуть более 12 тысяч рублей. Если бы не халатность врачей, его бы спасли. Барнаульская семья обвиняет медиков в смерти отца и мужа. Дочь умершего объясняет, что им несколько раз отказывали в госпитализации и здоровье мужчины не выдержало. Валентина Аскерова продолжит. Он мне позвонил и сказал, Катя, там парень записан, Александр на 5 часов. Ты, пожалуйста, ему позвони, извини, что я не приехал. Стас настолько ответственный. Ответственный, добрый и необыкновенно стойкий. По безвременно ушедшему отцу дочь скорбит уже седьмые сутки. Пять лет назад отец Екатерины Николай наступил на гвоздь. Проткнул мизинец. Этим летом по плану. Ампутировали палец. Но спустя два месяца у мужчины отекла нога. Хирург и скорая помощь дали направление в восьмую горбольницу. А там отказ. Почему не госпитализируете моего отца? На что был ответ? Гноя в ране нет. Это не наш пациент. Я говорю, а сахар? Он критически высокий. Он говорит, а что сахар? Идите к эндокринологу. Пациента отпинывали, как футбольный мяч, медики гнойного отделения три раза. И лишь на четвертой приняли. Но драгоценное время было упущено. На дуприксе нога была желтого цвета. Тут размотали. И она уже стала бордово-багряного цвета. Растутая. Там какой-то синяк. Они вскрывают кровь по всему. Ну это просто кошмар. И когда это происходит с твоим родным человеком, и когда ты это видишь, это просто жуть. И они не дали ни одного комментария. Они не сказали ни слова. Они еще обхаяли мою маму за то, что у них бахил свалился. Аритмия, низкое давление и температура. Высокий сахар. Николай скончался на третьи сутки после госпитализации. Врач сказал мгновенный сепсис. Выписки из морга. Инфекционно-токсический шок. После огласки СМИ директ Екатерины засыпан сообщениями. Люди пишут и рассказывают о подобном. Халатном отношении врачей гнойного отделения. Восьмой горбольницы. Грустная история нашла отклик и в социальных сетях. Екатерина больше недели назад написала письмо в Крайздрав жалобой на халатность врачей. Но почему-то на убитую горем девушку специалисты алтайского здравоохранения так и не вышли. И не ответили на самый главный вопрос. У меня большой вопрос по этим людям. Почему они не могут взять ответственность за здоровье пациентов? Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Тем не менее, в Минздраве Край об этой трагедии знают. Представители ведомства приносят заболезнования семье погибшего и занимаются проверкой случившегося. Все материалы по данному делу запрошенного медицинской организации и сейчас находятся на экспертизе у профильного специалиста. Жалобы по организации лечения в 8-й городской больнице поступают в Минздрав нечасто. То есть это не система. И абсолютно точно с этим случаем нам нужно будет подробнее разобраться. К слову, разбираются в региональном Минздраве. И с еще одной ситуацией, в которую попал Игорь Якунин, о нем мы рассказывали ранее, мужчине поставили диагноз «грыжа», из-за которой, уверен он, его пищеварительная система практически встала. Игорь теряет вес, а есть не может из-за непроходимости кишечника. Как заверили в Минздраве, с мужчиной связались, медицинские мероприятия согласованы. В телефонном разговоре Игорь нам рассказал, что его приглашают на встречу заведующей его поликлиникой и уверен, что его отправят на те же обследования, которые он уже проходил не раз. Тем временем еду он уже практически не принимает из-за постоянной рвоты. И чем закончится для него болезнь, не представляет. Непростой ситуацией остается с лечением коронавируса. Здесь стабильный прирост. За сутки в регионе выявили 64 новых случая заражения коронавирусом. Скончались три человека с диагнозом COVID-19. Общее число заболевших в крае – 12 280 человек. За сутки стало больше тяжелобольных пациентов. Сейчас их 126. На аппарате ИВЛ находится 49 жителей региона. Перейдем к другой теме. За лето на личный прием к алтайским приставам записалось более 4000 жителей. Половина из них решила вопрос по телефону. За время пандемии электронными ресурсами ведомства стали пользоваться вдвое чаще. Об этом на пресс-конференции сообщил главный судебный пристав Алтайского края Дмитрий Лабутин. Было принято решение о прекращении личного приема в том формате, к которому все обычно привыкли с живой очереди. И на сегодняшний день мы работаем исключительно по электронной записи на прием к судебному приставу исполнителю и должностным лицам управления. А главное, людям не пришлось стоять в очередях во время коронавируса. Не помешала пандемия и другой работе ведомства. Так, с начала года судебные приставы возбудили 515 тысяч из полпроизводств. За этот же период специалисты взыскали более 4 миллиардов рублей. 87 миллионов из них взяты с предприятий, которые не платили сотрудникам зарплату. К другим темам. Алтайский вуз может лишиться опытных педагогов. Об этом недавно заявила ректор Института культуры Галина Буевич. По ее словам, из-за ограничительных мер самые опытные преподаватели не могут передавать свои знания и навыки молодым. Но к этому дню ситуация немного изменилась. Так могут ли пожилые педагоги вузов и школ вернуться в родные пенаты? И что предпринимают в учебных заведениях, чтобы не лишать их возможности преподавать? Расскажем далее. Здесь, как нигде, важен контакт педагога и студента. Режиссеры и музыканты ведь не лекцию читают. Они должны не просто рассказать, но и показать, попросить повторить. А дистанционно это довольно сложно. К тому же взрослые преподаватели почти все мэтры, народные артисты, профессора. Именно на их курсы и желают попасть в студенты. Для многих творческих вузов это была, конечно, большая проблема. Безусловно, пытались найти выход, поставили более молодых специалистов, более молодых педагогов в тесном взаимодействии с этими педагогами. Но и педагогам хотелось, конечно, пойти на работу. И такая возможность появилась. Ассоциация учреждений культуры писала в правительство и Роспотребнадзор. В итоге, тем, кому больше 65 преподавать разрешили, по заявлению. В Институте культуры их ждут на очную работу с 3 октября. До этого момента у нас в крае действуют ограничения для такой категории людей. В вузе техническом тоже преподавателей старше 65 очень ценят. Весну и лето все 128 человек работали дистанционно. Выйти очно им разрешили буквально на днях. С разрешения Роспотребнадзора и с их желания. Половина изъявили желание работать очно со студентами, что сейчас стало допустимым. Часть, где-то 54 человека решили дистанционно продолжать занятия. И 14 человек ушли на бюллетень. Семен Кантер из числа тех педагогов, кто выбрал дистанционку, рисковать не хочет. Хотя понимает, преподавать в аудитории в любом случае лучше. Впрочем, IT-технологии вполне нормально воспринимаются студентами и онлайн. Они даже могут и продлить свой учебный день. То, что в час ночи он не может отправить в лабораторную на проверку, это да. Или в 4 часа ночи. Это нормальная ситуация. Но она идет через систему. И когда я ее увижу, когда посмотрю, вообще-то я сала, поэтому я тоже сижу до 2 часа ночи. Поэтому если в 2 часа ночи я пришла в лабораторную, я ее просмотрел, сделал замечание, отправил, и мы можем ночью переписываться. Такое есть. 38 школьных учителей региона, старше 65, тоже продолжают работать дистанционно. Как нас заверили в Минобрии, исключительно по договоренности с родителями учащихся. Всего педагогов такого возраста в крае чуть менее 500. 300 уже вновь работают очно. Они берут на себя ответственность за то, что добровольно приступают к исполнению трудовых обязанностей. И берут на себя ответственность за соблюдение всех норм безопасности. Но, как правило, это очень сознательные наши коллеги. Они в масках, где-то в перчатках, где-то с режимом дополнительной санитарной обработки поверхностей. В Министерстве образования и науки нас заверили, что проблем с количеством педагогов в школах края нет. Обязанности тех, кто пока на больничном, перераспределили между более молодыми учителями. И те восприняли это адекватно. Впрочем, в Институте культуры сделали то же самое. Но своих народных артистов и профессоров здесь очень ждут. И надеются, что эпидемическая обстановка после 3 октября позволит мэтрам вернуться в прежний преподавательский режим. Татьяна Голубева, Николай Шелко, Александр Антропов. День с толком. Еще одна почти образовательная проблема. Родители учеников 136-й Барнаульской школы стали бояться отпускать своих детей на уроки. Всему виной опасный пешеходный переход. Этот участок дороги на улице Балтийской уже неоднократно фигурировал в сводках ДТП. Чего опасается директор школы и планируют ли сделать дорогу в школу безопасной, расскажет София Яценко. Улица Балтийская – обычный день. Казалось бы, видимость на дороге отличная. Жители микрорайонов «Матрешки» и «Адмирал» уже ведут сводку сбитых барнаульцев. Пешеходный переход на четырехполосной Балтийской – уже давно место повышенной опасности. Страдают взрослые, страдают дети. Это прямой путь в 136-ю школу. Очень много ребятишек ходит со школы. Тут у нас с домом уже девять домов в этом квартале, только на этой стороне. Это больше трех тысяч квартир. Ребятишкам самим опасно переходить этот переход. Боятся, подходят к пешеходнику. Один, бывает, пропустит четыре полосы. С одной полосы пропустится, второй с третьей не пропускают. Это взрослый еще может как-то сориентироваться, а ребенку очень сложно. Каждый день по этому переходу в школу идут почти 600 детей. Несколько сотен из них – первоклашек, которых за соседней машиной не всегда видно. Уже два года местные жители пишут в городской комитет по дорожному хозяйству. Просят установить островок безопасности и искусственную неровность. Так как на этом переходе ДТП, по словам местных жителей, происходит как минимум раз в месяц. В ответе мэрия пишет, что строительство островков безопасности нормам не соответствует. Что касается неровностей, то в этом году на них денег нет. Обещают учесть пожелания горожан в году следующим. Мы боимся того, что будет зима. Вспоминаю прошлую зиму, это сугробы большие, и маленьких детей просто не видно из-за сугробов. А иногда они выскакивают на проезжую часть, и автомобиль по адекватным причинам, в связи с гололедом и так далее, не всегда может остановиться вовремя. Поэтому однозначно нужен этот переход, как минимум, оборудовать некими ограничительными мерами для снижения скорости автомобиля. Конечно, в идеале должен быть светофор. В администрации поясняют, школа не граничит с проезжей частью, а значит и обустраивать переход не обязаны. Правда, чтобы попасть на территорию образовательного учреждения, нужно пройти именно здесь. Искусственные дорожные неровности устанавливаются перед образовательными организациями в городе. К примеру, у нас 50 школ, имеющих непосредственную близость к проезжей части. У каждой имеется искусственная дорожная неровность, пешеходный переход оборудован. Просматривается вопрос об установке светофорного объекта на пересечении улицы Сиреневая, Балтийская. А также, если останется средство, то установят искусственную дорожную неровность. Родители школьников готовят массовые письменные обращения в администрацию, а также пытаются достучаться до властей через социальные сети, чтобы пешеходный переход перестал быть рулеткой, в которую ежедневно играют и взрослые, и дети. Жители надеются, что путь сделают безопасным, не дожидаясь нового происшествия. Сегодня в Барнаул приехал герой Российской Федерации генерал-полковник Владимир Шаманов. Напомним, Шаманов родился в Барнауле. В свое время прошел ряд горячих точек за Кавказье. Несколько лет был командующим воздушно-десантными войсками России. Владимир Шаманов посетил сквер десантников в Барнауле. Кстати, фонд имени Шаманова является инициатором этого сквера. Все работы планируют завершить в августе 2021 года. В центре площадки установят скульптурную композицию из металла в виде лестницы, которая уходит в небо. Здесь появятся фонари, стилизованные под парашютные кольца. Также в сквере благоустроят детскую площадку. Вот это то, что олицетворяет защитников Отечества, и в частности десантников, это конкретное проявление нашего не квасного, а настоящего нормального российского патриотизма. Огромная армия сибиряков, конкретно барнаульцев, алтайцев, служили, служат и будут служить в воздушно-десантных войсках. Также Владимир Шаманов сегодня встретился с губернатором края Виктором Томенко и с ветераном Великой Отечественной войны. Ну а вечером Шаманов отправился на Гребной канал, чтобы оценить подготовку объекта к проведению международного турнира, этапу Кубка мира по Гребле. Турнир пройдет в Барнауле в мае 2021 года. Он мечтает построить новый храм, намного больше ныне существующего. Отец Виталий Власов, настоятель единственного со святым источником храма Барнаула, верит, что когда-нибудь это случится. А мы почти не сомневаемся, ведь за годы службы Виталия территория храма преобразилась кардинально. Причем практически все он делает своими руками с любовью. Подробности в нашем сюжете. После того, как забор сделаем по территории, плодовые деревья высадить. Там яблони, груши, вишни. Ну, чтобы люди приходили и радовались, вкушали яблочки наши. Маленький островок тишины среди большого города. Десять лет назад мусор отсюда вывозили сотнями машин, рассказывает Виталий. Теперь здесь цветущие в сентябре розы, идеальные зеленые газоны, красивые и удобные деревянные беседки. Ко всему Виталий прикладывает свои руки. Это я в этом году сделал, решил назвать беседкой любви. Здесь мы собираемся с прихожанами, кто к нам приезжает в гости, посидеть и побеседовать. Ну, о чем еще беседовать? То, о чем, чего не хватает человеку, это любви. Говорит, не учился ни на цветовода, ни на плотника. Все таланты, по его словам, благодаря Богу, можно в себе развить, стоит только захотеть. К примеру, Виталий еще и создает иконы самых разных размеров. Берет деревянные заготовки и применяет свою технику, что-то похожее на декупаж. Подробностями решил не делиться, говорит, в секрет. Уже готовые работы украшают стены храма. Икону такую, если писать, она займет по времени месяц-два. И по деньгам не каждый человек может позволить себе приобрести, поскольку такая икона будет стоить тысяч двадцать. Созданные своими руками продает прихожанам в разы дешевле. Средства идут на благоустройство территории, а также осуществление огромного числа задумок отца Виталия. К примеру, кроме большого сада и разнообразных беседок и строений, он создал место для упокоения останков. Назвал его «Косница». В 30-е годы 20 века на территории монастыря, там, где сейчас располагается СИЗО, расстреливали невинных людей. Обратите внимание, вот это пулевые отверстия, висок, где затылок, там вот косточки хранятся, это вот черепа. Всего за час Виталий показал нам почти каждый уголок на территории храма. Кстати, побывав здесь однажды, хочется вернуться снова, отдохнуть душой. Чтобы отдыхала наша душа, батюшка каждый день вкладывает в обустройство свою. А планов у него очень много. Большой храм, пожалуй, самый грандиозный проект. На прощание он пригласил нас к себе снова. Будет и в нас пробуждать таланты. Приезжайте, я вам расскажу, и поработаем с вами. Пробудим у вас любой талант. Ну вот у меня таланта к рисованию точно нет. Есть. У каждого человека есть к любому талант. Татьяна Голубева, Андрей Печоркин. День с толком. Сергей Шибенков в очередной раз уже третий по счету стал чемпионом России по легкой атлетике в беге на 110 метров с барьерами. Соревнования проходили в Челябинске. Правда, сам Сергей своим результатом остался недоволен. 13,31 секунды – не то время, которое может устроить чемпионы Европы и мира. Шибенков объясняет неудачные цифры тем, что переволновался. Да и соревнований, как таковых, в этом сезоне практически не было. Это его второй старт. Даже результат должен был быть другим, прокомментировал Сергей свой бег. Цитата. «Сначала я много ошибался и сделал ровно то, что делать не нужно». Традиционный Кубок России по волейболу в этом году пройдет в непривычном формате. Из-за пандемии Всероссийская Федерация волейбола решила разделить клубы Суперлиги и Высшей Лиги А на два потока. Последние в этом сезоне поборются за Кубок 75-летия Победы. Накануне Барнаульский клуб «Университет» встретился с питерским автомобилистом. Уверена и точно, именно так барнаульская команда волейбольного клуба «Университет» открыла новый игровой сезон. В предварительном этапе Кубка 75-летия Победы ее противником стал питерский автомобилист, в составе которого большая часть спортсменов – новички. Хотя гости старались изо всех сил, все же домашние стены для барнаульцев сыграли свою роль. Победу одержали «Желтые». Первая игра, было чуть волнение у всей команды, как первая в сезоне, первая в Кубке. Ну, я думаю, что на процентов 80 выполнили установку тренера, выбили с приема, поставили блок и справились с основными нападающими на блоки. А вот гостям в красных футболках реализовать установку тренера не удалось. Матч закончился со счетом 3-0 в пользу барнаульских спортсменов. Сыгра не получилась, не то, что мы ожидали. Даже от первой игры в сезоне все равно думали, что сыграем более, так сказать, качественно. В связи с нашей ситуацией в стране, с пандемией, мы долго отдыхали, мало тренировались, у нас никаких ни сборов, так сказать, полноценных. Все ждались с нетерпением, когда мы выйдем из пандемии, поэтому все скомканно. Предварительный этап Кубка закончится 10 сентября. Финал состоится в декабре. Всего в борьбу вступили 4 команды из дивизиона А высшей лиги. Волейбольные клубы из Барнаула, Новосибирска, Перми и Санкт-Петербурга. Сейчас перед спортсменами стоят две задачи. Побороться за путевку в главный финал Кубка 75-летия Победы и попрактиковаться перед чемпионатом высшей лиги дивизиона А, которому планируют дать старт 2 октября. София Яценко, Александр Антропов. День с толком. У меня на этом все новости. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компании «Эвалар». До встречи в эфире.